Спасибо большое за приглашение. Это моя вторая возможность уже здесь побывать. Я очень рад увидеть Казань и побывать здесь, увидеть, как эта конференция растет так быстро, каким образом растут, увеличивается количество дискурсий. Очень интересные вопросы, которые поднимаются. Технология, о которой я собираюсь поговорить сегодня, она была разработана несколько лет назад в университете Калгари. Идея появилась, когда я еще был в Венесуэле, и эта технология может быть представлена для мобильных методов добычи. И, собственно говоря, вот здесь на иллюстрации показываю вам то, что мы сейчас строим, работаем в Мексике. И, в особенности, в университете в Калгари мы работаем с компанией PCCops, и мы строим вот эту установку, готовим соответствующее место, где она могла быть установлена. И у нас есть также здесь дистилляционные установки, вакуумные установки. Они все объединены в одном блоке, все для того, чтобы упростить установку и монтаж на непосредственно самом месторождении. И для тех из вас, которые с нами побывал на месторождении Татнефти, это вот там, там место, где, помните, мы останавливались, там, где были паровые колодцы, паровые, и там были показаны места, где должно быть установлено оборудование у входа в скважины. И технология, быстренько я расскажу вам, состоит в том, чтобы пользоваться технологиями вакуума и дистилляции при работе с наиболее вязкими фракциями тяжелых нефтей. И как только вы начинаете извлекать вот эту фракцию, ваша нефть начинает улучшаться, соответственно, по своим показателям от 22 API. И нефть становится транспортабельной. Не будет никаких препятствий, она не будет нуждаться в каком-либо другом улучшении непосредственного месторождения. И впоследствии вы увидите то, что процесс состоит из, после того, как вы приготовите нано-катализаторы, и введение нано-катализаторов, есть различные способы, различные опции, я в понедельник уже говорил об этом, сейчас напоминать не буду еще раз. Но есть менее дорогостоящие методы для того, чтобы сделать это. Если вы хотите ввести достаточное количество их непосредственно в тело самого месторождения, есть достаточно сложные органические компоненты, которые являются более дорогостоящими. И состав катализатора позволяет вам доставить его имели туда, куда нужно. Но это достаточно русский рискованный процесс. И когда вы приготовите уже распределение катализатора, где-то порядка при нагреве до 300 градусов, и потом вы тут же начинаете добавлять водород, и некоторый водород может добавляться в отечество этого процесса. Начинает работать нано-катализатор, особенно вот здесь, вот в этой области, которая может быть либо вертикальная, либо горизонтальная, и начинается сама реакция. И то, что вот красным здесь показано, это та зона, где происходит реакция сама по себе. Соответственно, мы видим, что происходит в производственных скважинах. Производится более легкий, производится материал, происходит улучшение качества нефти. Но этот процесс не о том, чтобы только улучшать показатели извлекаемости нефти. Мы должны также показать и доказать эффективность нашего метода, что вместо того, чтобы традиционных методов, мы предпочитаем делать этот процесс в самом месторождении, потому что это гораздо более экономично, это гораздо более выгодно использовать вот эту конфигурацию, которую мы предпочитаем. Я быстренько сейчас пройдусь по слайдам, по которым мы уже смотрели в понедельник. И еще разок подведу итог того, что я сказал. Мы начали работать на этой идее в 2002-2003 году. При помощи университета Калгари мы установили специальный центр, который должен был работать с методами внутрипластового горения и паронагнетательной технологии, также их комбинацией. Мы пересмотрели вот эти термодинамические процессы, которые там происходили, рассмотрели время контакта, те процессы, которые там происходят, уровень водонасыщения, катализаторы, которые мы использовали для, соответственно, паронагнетания, воздухонагнетания, водонагнетания были, произвели несколько патентов на эти изобретения в ходе этой работы в различные периоды времени. Мы также в конечном итоге дошли до экспериментальной стадии моделирования. И мы также испытали некоторые отдельные нами предусмотрения методами улучшения внутрипластового горения, создание методов нагнетания горячей жидкости. Ну, и вы помните, мы в процессе событий говорили уже более подробно. Вот, посмотрите, это привело к улучшению технологий внутрипластового горения. И те технологии, которые, по крайней мере, частично заместили паронагнетания, мы их применяем сейчас по всему миру в то время. И для экспериментальных испытаний были предложены соответствующие специальные для имеющих специальные нано-катализаторы. И мы чуть позже начали уже реальные испытания в реальных резервуарх, но вот на этом на шестом уровне. У нас был очень хороший прогресс в этой области. И вот смотрите, то, что вы здесь видите, которое мы использовали для готовности уровня технологий, и мы используем эти критерии в нашем нефтяной области, который как раз определяет, насколько технологии готовы для активного применения. И в 2013 году мы начали подготовку к пилотному тесту, первому, и для вот этих именно технологий, для подвижной нефти, для тяжелых нефтей. Констракт строительства уже началось, и мы уже считаем, что к концу этого года, или в начале 2018 года мы все сделаем. Мы также начали подготовку проведения специальных тестов на других месторождениях, полевых испытаний. Программа поддерживается тремя операторами, тремя компаниями нефтянами, которые позволяют... Компания также поддерживается правительственными учреждениями. Это компании по устойчивому развитию нефтяных технологий. Они в настоящее время строят для нашей нефтяной вышки. И мы считаем, что мы можем запустить их в 2018 году. Ну, сейчас идут определенные переговоры, обговорящие детали. Для Канады... Вот мы используем конфигурацию вот такого вида, как здесь показано. Это примерно то, о чем я вам говорил уже. И для малоподвижных нефтей мы используем несколько других методов, которые отличаются от методов САГДИ. И я вам проиллюстрирую и покажу, каким образом это сделано реально. Какие же основные технологии для этого процесса? Прежде всего, это увеличивает, улучшает качество тяжелой нефти до степени легкой нефти. Вот, соответственно, по этим показателям 2226 ВПА. И это производит все это большинство при помощи соответствующих нефтепроводов. Там нет никаких осадочных пород, ничего. Вы можете работать в установке глубокой переработки. И это позволило, конечно же, очень хорошо улучшить экономические посадатели, улучшить сам метод САГДИ. И, конечно же, это избавляет нас от необходимости добавлять различные растворители для того, чтобы уменьшить вязкость для транспортных целей. И также помогает нам улучшить вязкие тяжелые нефти. Соответственно, уменьшает транспортные затраты. И сейчас, ну, это, конечно, очень важно, потому что в Мексике большинство, жаль же, как раз касается и тяжелых нестей. А вот, смотрите, это то касается так называемых инжиниринговой части нашего процесса. Это то, где мы используем термические процессы. И процессы очень важны, особенно в диапазоне температур от 300 до 400 градусов по Цельсию. Тогда вы используете гидрокрекинг. И в этом промежуточном уровне, как мы его называем. И тогда мы используем гидрогенизацию. Вы можете использовать также и пар, и извлекать водород из пара, который, в общем-то, является эквивалентом. Но разница заключается в том, что, когда мы используем пар, он, этот процесс является стабильным от 3 до 6 методов, месяцев. Вот это вот так вот водородные процессы, и мы должны ими овладеть полностью для того, чтобы внедрять их в технологии. Вот, посмотрите, это давление водорода, которое будет давать вот такой вот уровень растворимости на килограмм растворителя. А для нас это более-менее тот уровень растворимости, который соответствует тому давлению, которое у вас есть в том или ином месте. И для Мексики это, конечно, был бы уровень растворимости гораздо более высокий, потому что там нефть залегает на глубине тысячи метров. Температура вот здесь показана тоже в диапазоне 300 до 400 градусов. В 1999 году это все было уже сделано, испытано. Мы используем на правом слайде, посмотрите, основные цифровые показатели тоже есть. Мы используем где-то порядка примерно то же самое, что используем в традиционных процессах. Ну и очевидно, если вы будете работать глубокой степени переработки, то тут цифры будут немножко другие, потому что здесь речь шла о так называемых средних консервативных показателях. Вот в этой конфигурации также мы используем показанный на графике уровень от 120 до 300 стандартных объемов нефти. И таким образом это позволяет нам держаться в том уровне растворимости для поддержания процесса. Вот это информация, которая вся есть в литературе. Я это быстро пройду. Если вы используете каталитические процессы для улучшения качества месторождения, у вас должны быть достаточно большие запасы энергии. Вы должны быть готовы потратить это. И, конечно же, этот необходимый затрат энергии падает, если вы используете соответствующие катализаторы. Эти слайды я пропущу. Я хотел бы вам еще показать, что у нас есть соответствующие процедуры развития этих процессов. Мы используем наши катализаторы, введением их непосредственно в реакторы. И эти частицы распыляются по всей зоне реакции. Они попадают в породу, которую мы оставили вот здесь в зоне реакции. И мы строили вот, собственно, реактор вот этот, который здесь находится, который мы построили, когда мы предлагали демонстрировать наши технологии. Вот здесь вы видите, это зона реакции. Мы строим вот эти вот здесь ответвления герметические. И реакция проходит вот в этой зоне при 350 градусах. И мы можем продемонстрировать о том, что извлечение происходит и в вертикальном, и в горизонтальном направлении, а также в зоне реакции. И это, конечно, подвинуло нас и наших спонсоров двигаться дальше. Наш основной спонсором была компания «Тоталь». И она помогла нам разработать трехмерную вот эту установку для того, чтобы провести все соответствующие моделирования, все этапы. Мы использовали где-то примерно 5 дюймовый диаметр для того, чтобы система работала правильно в адиабатических условиях, для того, чтобы мы могли ввести сочетание стопроцентного пара для запуска процесса САГДИ и процесса вакуумирования. Или мы работали чистым вакуумом и водородом. Мы таким образом моделировали процесс внутрипластов горения. А вот, посмотрите, все эти установки наши были просчитаны. Мы использовали математические модели. И, в общем-то, те качества, которые мы предсказывали, они, в лабораторном я имею в виду, они все были подтверждены расчетами. Или очень-очень близко поведение всех процессов было предсказано. И, соответственно, на практике мы получили почти то же самое. Мы использовали определенные датчики, термопары, датчики давления. Все было замерено, рассмотрено в этой экспериментальной модели. Результаты, конечно, были очень обнадеживающие. Результаты оказались воспроизводимыми. И очень важный аспект того, каким образом мы работали, это не то, что нам хотелось отчаянно получить быстрых результатов. Нам просто хотелось создать эффективную систему дистилляции в очень предсказуемых условиях. Мы постарались просто, чтобы наши результаты были похожи по составу после реакции, после того, как мы все закончили, и мы закончили, чтобы результаты были похожи на то, что мы имели, когда мы проводили экспериментацию от Абаско. Мы использовали вот эти вот два состава, которые здесь показаны, процессы конверсии. И они были либо похожи, либо очень сильно похожи при процессах вакуумной дистилляции. Мы также запатентовали вместе с Мексиканским институтом нефти технологию, которая могла бы быть применена для офшорного бурения. Бурение – технология, которая позволяет работать на таких установках от трех до пяти лет с так называемым бункерным топливным. И мы используем эти вакуумные технологии на нефтяных вышках, и нефть, которую мы добываем, может приготовить катализаторы. И в то же время работать вместе с танкерами при брежной зоне. Вот это общее представление о дизайне, которое есть. У нас есть технологии, которые, в общем-то, примерно знаковые. И я хотел бы вам показать еще также, но тут я, к сожалению, вам не могу, у меня нет разрешения показать вам результаты, которые мы в Мексике получили, но они очень-очень хорошие результаты. У нас есть одна девушка, которая занимается докторской диссертацией, пишет как раз на эту тему. И у нас есть специальная группа, которая занимается моделированные в резервуарах месторождениях. Вот наша экспериментальная работа. Мы разработали кинетическую модель. Потом мы построили саму модель непосредственно с симуляцией, которая сопоставима с нашими основными технологиями. И мы проанализировали оптимальную стратегию нагнетания. Провели соответствующие эксперименты внутрепластового горения в том же самом месторождении и оптимизировали эти процессы для САГДИ. Для того, чтобы можно было сравнивать яблоки с яблоками, а не с бананами или апельсинами. Соответственно, в данном случае использовали САГДИ, а также пары IC, использовали те же решения, что и там, где в инситу скважинах, где, соответственно, вместе с нано-колониями. Таким образом, получаем песок, катализаторы, рециркуляция катализаторов, а также газов, получаемых. Соответственно, закачка осадочных аспектов всех источников, которыми мы можем принять решение. После чего повторяем данный цикл столько раз, сколько еще нам необходимо для того, чтобы проводить соответствующий анализ чувствительности резервуаров при моделировании. Соответственно, это все используется в CDR-STARS, в пакете 4, в психиомические реакции, которые мы предлагаем. Плюс у нас имеется выделенная группа в CMJ для того, чтобы помогать нам с любыми сложностями, которыми мы можем столкнуться в этом направлении. Вот это вот, по большему счету, модель. Видите, скважины закачки, скважинодобывающие. Соответственно, и сетка нашей скважины определена, пористость, которой мы используем 33%, горизонтальная проницаемость 3600, а вертикальная 1800, это 1,8. Используем разные стратегии закачки, которые, наверное, деталек губляться и, наверное, не получится в данный момент. Параметрическое исследование включает от 100 до 200 водород к вакууму. Фракция оптимизируется, фракция воды таким образом оптимизируется вокруг этого. Закачивается, видите, сколько соответствующих давлений в основании скважины. 2400, температура 300-360, давление добывающее вот в этом спектре, и добыча, также указанный спектр показан, качество пара 07095. При таких показателях объективные функции описывают как фактор добычи, так и соответствующее соотношение пара к нефти. Здесь более дополнительные данные STICUT, закачка, а также SACDI. Соответственно, их показатели объективные функции по каждому из них. Моделирование показывает функция максимизации добычи, минимизируя соотношение нефти и пара. Соответственно, пара это фронта оптимизации данных подходов, ведь оптимальные значения различной комбинации пара ин-ситу закачки и оптимальные значения при закачке SACDI. Мы, соответственно, определяем то, что наилучшие операторы способны получить, некоторые заявляют и меньше, в районе 2.6-2.7, в случае одного из наших спонсоров, который считается одним из наиболее опытных реализаторов SACDI на поле. Соответственно, ресурсы по оптимизации как пара ин-ситу, так и SACDI здесь показаны. Самый большой парфактор, который мы отмечали 3.2, при самой большой камере добычи, соответственно, менялась от 0.53 до 1.65, в случае пара ин-ситу, повышение качества и самое значительное изменение в соответствующей камере, но в этой конфигурации, что в данном случае мы получаем фактор добычи даже выше, чем дает нам SACDI, и, соответственно, объемы пары воды требуется намного, все равно намного меньше, чем при традиционном SACDI. Вот таким образом, видите, эволюцию спустя год по каждому из моделированных процессов. Через год в случае SACDI мы наблюдали фактор добычи 12.8, в то время как показатель SOR 3.96%. И далее мы видим, как постепенно мы получаем через 3 года и через 7-8 лет приблизительно 60 добыт, в то время как при паре ин-ситу заказчика мы получаем через год 25% рекавери фактор, и, соответственно, 1.86 SOR, через 3 года мы будем наблюдать вытеснение 66 процессов. Тут максимум того, чего мы можем получить через SACDI, естественно, это моделирование, проведенное при условии ремогенного резервата гетерогенности, сейчас интегрируем, и у доктора Шэнга имеется несколько моделей подготовлено, которые описывают так. Разные условия насыщенности, сланцевой нефти, вот это тот же самый период, те же условия по плотности нефтяной массы, вы видите, как, соответственно, мы намного быстрее теперь генерируем зоны чрезвычайно низкой плотности, очень эффективное вытеснение, сейчас больше, мы наблюдаем больше горизонтальные, нежели вертикальные особенности в случае SACDI. Разные подходы, которые мы можем реализовывать, мы тут также сравнили, достаточно будет, наверное, сказать, что пара, инси, то айсута, общий объем будет такой, в то время как в случае с SACDI, соответственно, эта информация, которая была представлена ранее, будет оставлять половину или меньше. Здесь я только показываю природу, как разные аспекты, как эволюционируют разные фракции, дистилляты в этом добываемой резерве, вы видите, что фракции добываемого дистиллята практически такова же, как и добыча SACDI. В данном случае мы видим, что это и оптимизируется, естественно, что при условии, что катализатор у нас стабилен, мы предполагаем как минимум на период 3 года, с которым мы сейчас не имели возможности работать. Общий фактор вытеснения, соответственно, тенденция выше, чем 90%. В пар АйСУ закачки при SACDI порядка 60%, естественно, для экономического анализа не работать, исходя из соответствующих факторов, но как ограничение нашей истории, можно работать с факторами вытеснения 30% до 85%, 90% для того, чтобы посмотреть, как это сравнимо с дополнительными затратами по данной технологии, с технологией SACDI и сандалии. Каковы условия на рынке, поскольку, как Джон сказал, речь-то идет о том, чтобы эффективно работать, деньги суметь заработать, не только чрезвычайно, но и очень технологически, соответственно, снижение соотношения парок нефти с 3 до 1,7, снижает растворительные затраты на битум, что снижает операционные затраты на 4,6 долларов на баррель, исключает какую-то скидку на тяжелые нефти в случае 10-15 долларов за совершенно баррель, инвестиционный отрак, привлекательность повышается, показатели кашфлу, улучшается и степень использования капитального основного оборудования, на 50% повышается производительность, повышается фактор вытеснивания 60-90, по сравнению с тем, что можно получить с помощью SACDI сегодня, можем улучшить доступность на рынок, поскольку мы сейчас с остатками не работаем, но что более важно, с учетом возможности существующих ограничений по нефтепроводам, мы снижаем потребность использования растворителей при транспортировке, таким образом мы будем повышать приблизительно на 20% эффективность использования существующего нефтепровода, а не на 30%, поскольку все-таки в нефти имеются соответствующие характеристики, набухание и так далее. Также необходимо помнить о том, что мы исключаем эффект коксования, что негативный эффект не только на переработку, но и на кровь среду влияет, снижаем выборы с тепличных газов, ну а, конечно же, позитивные факторы стороны регулятора и так далее. Сейчас хотелось бы вернуться к характеристикам конкурентоспособности технологии в монетарном масштабе. Публикация прошлогодняя, соответствующая финансовая. Oil and Gas Financial Journal проведен соответствующий следовательской компанией Restat Energy. И мы видим в целом точки break-even финансовых с прогнозом на 2020 годы. Естественно, в странах Ближнего Востока при наименьшей стоимости нефти они будут добывать соответствующий break-even в других странах по категориям, такие как onshore в России, но в соответствии с заявлениями североамериканских нефтедобычек в исландцевой нефти, говорят, что у них будет стоимость снижаться. Ситуация с нефтяными песками тут, видите, намного сложнее добывать. Но от ситуации, я прогнозирую, будет вот, станет вот такой, если мы реализуем технологию, ибо это снизит уровни наиболее эффективных в добыче нефти из нефтяных песков до 40 долларов за баррель, что будет уже конкурентоспособно в целом со средними добычей в среднем по планете, кроме, пожалуй, Ближневосточной нефти. Дальше, когда я использую ее, говорю об Айсут, тут использование пары также, и сравнение с Агди, использование Агди на существующих площадках, и необходимо отметить, что в данном случае у нас только один пример приведен по Агди, если у нас стоимость нефти будет на 65 долларов за баррель, что уже давно не наблюдается, Агди будет близко к конкурентоспособности, если в вопросах добычи она будет давать полные, наиболее эффективные показатели. Однако, если стоимость нефти с 55 либо 45 долларов, что ближе к реальности, тогда САГДИ неконкурентоспособна, использование САГДИ – это просто деньги на ветер пускать. Другими словами, существующая характеристика не включается. При данной технологии Айсут мы можем получать более интересные результаты, когда мы работаем при вытеснении 70-75%, либо при 75% добычи, даже при 45%, при, естественно, более высокой стоимости нефти, тут, естественно, экономический эффект будет даже более привлекательный, чем САГДИ, несмотря на то, что результат вытеснения оказывается даже ниже, чем при использовании САГДИ. Почему? Потому что мы тут используем ряда процессов, не только добычи, а в одном месте проводим ряд операций. Вот, соответственно, анализ финансовых показателей САГДИ при 65 долларов, видите, серый. И если у нас имеются там при 55 или 45, мы видим, что время в годах, когда соответствующие инвестиции отобьются, требуется больше. Что, естественно, как мы видим, по характеристике достаточно приемлемые 3-4 года. С точки зрения вопроса ответственности перед окружающей средой, вот это текущие показатели, представленные РОБАР, в том числе в выброс тепличных газов. Вот здесь мы используем так называемый САГДИ плюс повышение качества нефти, как на данный момент и практикуется в Канаде. Ну и вот, что мы будем делать при повышении качества нефти непосредственно в пласте, инсут-эс, и, соответственно, сравнение. Теперь, какие технологии на сегодня являются нашими конкурентами? НСОЛФ, ХАЙКЮ, САГДИ, разные варианты на данный момент реализуемые, распространенные САГДИ, ну и также легкие виды, ТАЙТОЙЛ, естественно, в каждой технологии есть сильные, есть слабые стороны, но ни одна из технологий, кроме как при условии разрыва, не будет создавать, генерировать нефть, которая ожидается в соответствии с характеристикой делуэнд. Соответственно, данная технология оказывается прорывной после того, как мы покажем результаты пилотного проекта, которые мы намерены реализовать. Вчера мы, например, имели возможность посмотреть на парогенераторы, обработки соответствующих контейнеров, в том числе с растворителем. Вот что будет на первой площадке, соответственно, мы избавляемся от необходимости наличия растворителя, а также различных элементов инфраструктуры по обработке воды и так далее. Другими словами, можно будет развивать бизнес, кроме инвестиций, кроме инвестиций, которые нужны непосредственно в САГДИ, водогенерации, катскит, водород, генерация водорода, катскит и так далее. Вот как мы будем выглядеть, резюме проекта, чего мы ожидаем, что будет происходить с нефтяными песками. Сейчас ведем серьезные переговоры с инженерной компанией, которая хочет войти в инженерный бизнес, принять части в нашей компании спин-офф. И, соответственно, полевые исследования будут проводиться на уровне 100-200 барлей в день для того, чтобы валютировать и оперировать соответствующие технологии, как соответствующий подход МУН для расширения и продления жизни соответствующего месторождения, на котором уже использовали САГДИ для добычи тяжелого нефти. соответственно в Мексике и в Канаде соответствующие этапы должны быть реализованы в 2017-19 годах. Будем дальше развивать соответствующие уровни технологии от TRL-7-8, до уровней TRL-9-10. Есть вот эта структура расходов КАЦКИД для Мексики. Наверняка для вас эти цифры мало чего говорят, но для наших нефтяных компаний важно понимать, что в этой технологии нужно будет, что подразумевает, что необходимы соответствующие насосы, контейнеры, мешалки, нагреватели и прочие общие затраты. Один миллион сто для одной скважины в Канаде. Косвенные затраты – это инженерные подходы, затраты строительные. Таким образом, общая стоимость оказывается миллион семьсот. Понятно, мы не включили подготовку для работы соответствующей скважины в зимних условиях, что где-то на полмиллиона добавит стоимости. Ну и, естественно, и того совокупное порядка четырех миллионов долларов. Итак, вот эти прорывные технологии, которые позволяют нам увеличить эффективность, соответственно, дают нам возможность снизить операционные расходы и, соответственно, транспортные расходы. Это очень важно, потому что фактор нефтеизвлечения будет увеличиваться, но также будет увеличивать возможность извлечения резервуаров, которые у нас есть в Канаде. Естественно, улучшит параметры работы с тяжелыми нефтями. Мы больше не будем производителями легких нефтей, а не тяжелой нефти. Мы значительно уменьшим, конечно же, влияние отрицательно на окружающую среду. И эта технология доступна и для Браунфилд, и для Гринфилд приложений. Мы в настоящее время просто внедрение технологии Гринфилд пока не может еще думать об этом. Но мы смотрим в будущем. Но я хотел бы закрыть, завершить презентацию. Я знаю, что есть определенное сопротивление рассматривать какие-то вещи, которые не стыкуются с нашим опытом. Но я хотел бы вам сказать о том, что инжиниринговые решения и решения, касающиеся безопасности. И мы, в общем-то, работаем над решениями, которые приносят пользу нашему обществу. Да, технологии, с которыми работают, они опасны. Но мы же летаем на самолетах, мы ездим в машинах, мы спим в тех домах, которые подогреваются. Но они все работают на процессах горения. Поэтому мы живем-то благодаря процессам горения. А теперь мы можем еще и при помощи процессов внутрипластового горения извлекать нефть. Это занимает годы и годы для того, чтобы шел прогресс и для того, чтобы рассеивались какие-то мифы вредные по поводу этого. Но то же самое. Помните, мы говорили о метане, мы говорили о водороде, что с ними было связано и с их опасностью или безопасностью, как мы научились ими пользоваться. И есть огромное количество технологических испытаний, которые показывают о том, что мы улучшаем эти показатели. И я уверен в том, что Россия тоже присоединится к использованию таким технологий в будущем. Я бы хотел поблагодарить, кажется, всю мою группу, все моих коллег, которые работают с нами. Мы работаем на этими процессами 12-15 лет уже. Я бы хотел поблагодарить доктора Джон Чейн и нашего аспиранта Нью Янг и также других студентов, аспирантов, которые работают у нас. Группа доктора Менчмена и также специальная группа, которая работает над вопросом мутопростого горения под руководством доктора Мэнта и Мора. Они очень активно работали с нами. И давайте будем делиться нашими знаниями и результатами. Большое спасибо для вашего внимания. Я готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Дорогие коллеги, мы ограничены по времени. Пожалуйста, один вопрос. А потом мы можем после кофе-брейка продолжить задавать вопросы. Пожалуйста. Меня зовут Николай Добрынкин. Я из Института канализации Новосибирска. Большое вам спасибо для вашего прекрасного презентации. Но в вашей презентации вы пропустили, мне кажется, один слайд по поводу катализаторов. Вы не могли бы еще раз, в вашей презентации вы пропустили один слайд, не показали, катающийся катализаторов, которые используются. Вы не могли бы чуть-чуть рассказать об этом, в нескольких словах? Да, я очень торопился. То, что мы делали... Спасибо. То, что мы делали, это мы в миниатюре произвели эти процессы. Мы брали обыкновенные никелемолебденовые катализаторы, которые хорошо известны как катализаторы. Это дешевые катализаторы, низкозатратные катализаторы. Мы добавляли к ним наночастицы, потому что эти... Мы работали с этими катализаторами на активных стадиях, и мы привязывали эти наночастицы к породе. И там, где шли температурные процессы, и происходило взаимодействие между частицами и породой. И мы строили зону реакции, создавали с теми наноканализаторы, которые мы вводили. И те катализаторы вводились только на коротком промежутке времени, от 3 до 6 месяцев. И согласно нашим оценкам, если не была необходимость в большем количестве катализаторов, то конструкция, сама установка, она мобильная. Мы можем в одном колодце вводить, в одной скважине 3-6 месяцев, потом в следующей скважине. И можем переводить их на другое месторождение. И можем, одним словом, перемещаться с места на место, вплоть до офшорного бурения. Субтитры создавал DimaTorzok